Разве это задиры? Да не, ну что, тут нормально. Это же только-только прикатался. Что мы нашли и начнем сверху. Заметьте, 170 тысяч километров. Крышка с насосом останется. Добрый день, дорогие друзья. Автомобиль Kia Optima 2015 года выпуска с пробегом. Заметьте, 170 тысяч километров. Приехала с жалобой на... стучит на холодную, но мы сейчас послушали, не сильно стучит. Потому что машина была прогрета. Основная жалоба расход масла. Здесь 4 владельца. Пробег 170 тысяч километров. Поэтому давайте дождемся результатов разборки и дефектовки. И мы вам покажем, в чем же там это причина этого стука и повышенного расхода масла. Поехали. 170 тысяч 908 километров. За машиной ухаживают. Вон прям в идеальном состоянии салон. Все отлично, все классно. Давайте, заводим, послушаем. Стук поршней присутствует. Он пока ехал, чуть нагрелся. Сейчас стука не слышно. Но мы же владельцу верим. Поэтому давайте разберем его и посмотрим, что там внутри. У каждого владельца Kia в багажнике имеется литр масла. Вот, владелец такое масло заливал 5.30. А катализатор до вас удалили? Нет, я удалил кат, мне удалили кат и мне машину прошили в этом АВТ Перформанс. Но масло-жор при этом не увеличился, ездили нормально. Нет, масло-жор не увеличился. Причем, когда смотрели на доступ, Дмитрий сказал, что скорее всего это перегрев. Вы, 107, ну не вы, а, допустим, здесь проехали 170 тысяч, судя по всему, масло у него начало подъедать машину, причем очень резко. И как раз тысяча шесть назад это случилось. Ну что ж, осталось дождаться, пока Дмитрий у нас разберет двигатель, вытащит двигатель, разберет, протификтует, и мы все это дело покажем. Разобрали двигатель, и давайте посмотрим, что мы нашли, и начнем сверху. Головка блоков и постель распредвалов. Здесь, обратите внимание, стоят еще механизмы подъема, изменения подъема клапана. И по головке, как обычно, проблем никаких не возникало. Но мы здесь вообще проблем не увидели по масляному насосу. Он хороший, сейчас все покажем, расскажем. Но в головке у нас никаких замечаний к головке не возникло. Тоже все идеально, все хорошо, поэтому здесь все останется на своих местах. Меняться ничего не будет. Про муфты, возвращатели отдельно скажем, пару слов чуть-чуть позже. Так, головка. Точно так же, здесь проблем никаких нет, будут заменены масосемные колпачки и протерты клапана. На камерах сгорания небольшой масляный нагар присутствует, но сами клапана достаточно хорошие, и свечки тоже практически новые, чистые. Ну, внешне, во всяком случае, беленькие, чистенькие, хорошенькие. Коленчатый вал. С ним проблем никаких нет абсолютно. На шейках, что коренных, что шатунных, самого коленчатого вала, задиров и следов износа, никаких нет. Поэтому вал хороший, останется, менять его никто не будет. По поршням, на днищах поршней, естественно, имеются следы угара масла, масляные отложения, вот они, видны очень хорошо. На юбках поршней имеются задиры, вот они, причем на всех. Здесь тоже задиры, здесь задиры. Кольца, естественно, залегли, мотосъемные. Это вот еле-еле шевелится, но они все мертвые, как обычно, ничего нового. Точно так же куски вырваны. Здесь, с этой стороны, вот только более-менее чистая сторона. Ну, и здесь тоже самое, задиры. По вкладышам, по шатунным, задиров никаких нет и царапин нет. Есть только следы износа на нагруженной стороне вкладыша, на всех, причем. Вот, если видно. Поэтому к замене будут рекомендованы все шатунные вкладыши. Здесь вот то же самое. По коренным вкладышам тоже проблем больших мы не заметили. Вкладыши хорошие. Есть обычные, стандартные следы работы. Царапин и каких-то потертостей, которые бы смогли нам позволить их приговорить, нет. Поэтому единственная проблема возникла на третьем и пятом корне. Вот они. Здесь царапины более глубокие, поэтому два вкладыша третьего и пятого подшипника коренного будут заменены. Это вот пятый. Тоже следы есть. Остальные останутся старыми, которые стояли. И пойдемте посмотрим масляный насос. Поскольку следов износа на шатунах и коренных вкладышах не обнаружено, задиров и царапин на самом коленчном валу тоже нет. Но решили вскрыть масляный насос и посмотреть, потому что пробег под 170 тысяч внушает некоторые опасения. Но здесь страшного ничего нет. Звездочки. Шестерни в хорошем состоянии. Видны следы работы. Вот они пятнышки матовые. В остальном шестерни хорошие. Внутренние и внешние шестерни. Следов износа здесь на рабочих поверхностях не наблюдается. Хорошие шестерни. Насос меняется. Да и на крышке тоже царапин. Такие есть потертости. Поэтому крышка с насосом останется. Меняться не будет. Поддон внутри чисто. Следов стружки никакой нет. Но это следовало ожидать, потому что состояние масляного насоса и вкладышей близко к идеальному. Поэтому здесь все хорошо. Все ровно. Гидрокомпенсаторы приговорили к замене, потому что прожимаются на впуске и на выпуске. И самое интересное, в чем причина массажера. Пойдемте посмотрим блок. Обратите внимание на задиры. Это у нас первый цилиндр. Какие там глубокие задиры. Первый цилиндр. Опускаемся ниже. Второй цилиндр. То же самое. Это у нас горячая как раз сторона. Показываем тоже. Третий цилиндр. Следы износа очень большие. И четвертый цилиндр. Точно так же видим большие истарапины. Самое главное очень глубокие. И на просторах интернета гуляет мнение. Сейчас давайте повернем. Холодную сторону гоним. Чуть меньше, но в любом случае они присутствуют. И вид имеют неприятный. Они глубокие. Так вот. На просторах интернета бытует мнение о том, что эти блоки раздувают. И масложор начинается не из-за задиров. А из-за того, что в цилиндрах якобы образуется эллипсность. Вот перед нами блок, который проехал 170 тысяч. Четыре владельца. И катализатор был удален 1030 назад. Причем владелец сам нам сказал, что когда он удалил катализатор, никакого расхода масла у него не появилось. То есть он как ездил без расхода, так и ездит. Единственное, он обратил внимание, что у него резко начался масложор. Где-то тысяч, наверное, 8 назад или 6. Около того. Поэтому он не затягивал с ремонтом, а приехал к нам сюда. Естественно, это и спасло его масляный насос и коленчатый вал. Так вот. И мы сейчас давайте с вами проверим и измерим эллипсность. Так ли это на самом деле раздувает эти блоки или не раздувает? Ноль. Правильно? Разворачиваем. Не вижу. Ноль. Эллипсности нет. Тянем вниз. Ноль. Разворачиваем. Ноль. Идеальный цилиндр. Второй. Ноль. Так вот, мы износ поставили. Ноль. Разворачиваем. Сейчас. Вот. Ноль. Опускаем. Третий. Ноль. Так. Разворачиваем. Норма. Низ опускаем. Нормально? Ноль. Ноль. Здесь что у нас? Это был третий. Сейчас четвертый. Здесь самые большие задиры, да? Ноль, да? Вот мы сейчас со ступеньки соскочили с этой, где задиры были. Вот у нас сейчас сотка. Видно? Разворачиваем. Ноль. Опускаем вниз. Ноль. Разворачиваем. Ноль. Сотка. За счет того, что здесь большие задиры. Сейчас покажем. Эллипсность-то в принципе не нарушена. То есть здесь все хорошо и идеально. По окружностям. Единственное, массажер. И вот из-за этих задиров через кольца проходит все. Кольца не держат. Потому что риски глубокие. Поэтому в данном случае для устранения массажера на этом двигателе нужно будет его загильзовать. Некоторые из вас иногда спрашивают, почему же мы не разбираем муфты фазовращателей. Вот в данном случае мы их тоже разбирать не будем. Объясню почему. Потому что состояние и работу этих муфт отслеживает блок управления двигателем по разнице положений количества вала и распределительных валов. И если бы там была какая-то проблема, то естественно блок управления зажег бы ошибку. Но поскольку владелец на это не жаловался, мы естественно разбирать их тоже не будем. Для чего пока тоже непонятно. Потому что внутри, сами видите, состояние внутренних поверхностей, как головки блока, так и по стиле распредвалов. Но близко к идеалу отложений масляных больших нет. Естественно, если мы их сейчас разберем, то износ мы там увидим. А грузить клиента еще на лишнюю двадцатку не хотелось бы. Поэтому мы их трогать в данном случае не будем. Если вдруг что-то там случится у него через 20, 30, 40, 50 тысяч, в конце концов эти муфты всегда можно будет приехать и поменять отдельно. Для этого сейчас плюс к той сумме ремонта, которая сейчас у него выпадет на этот ремонт, добавлять еще двадцатку на эти ванносы, ну смысла нет. Он и так работает нормально. А сейчас отправляем блок в гильзовку и ждем, когда его к нам привезут. И мы еще раз измерим цилиндры. Так, блок из гильзовки. Поршни уже собрали, вставили с кольцами. И обратите внимание, масла в форсунках нет. Но владелец не захотел их ставить. Видимо, были на то какие-то причины свои. Ну и поскольку у нас коробка снята, то заменили масляный фильтр в коробке масла. Новый сальник в крышке. Разложили для вас специально новые детали, которые будут установлены на этот двигатель. И поехали. Комплект прокладок оригинал. Поршни, ну мы показывали, они уже стоят на двигателе. Вот они. Комплект. Кольца поршневые тоже уже установлены. Поскольку поршни стоят в блоке. Вкладыши. Коренные две штуки. Мы, как и говорили, будем менять только две. Бюджет ограничен. И шатурные вкладыши. Вот они, четыре штуки лежат. Дальше. Комплект гидрокомпенсаторов. Цепь. Масляный фильтр. Упорные полукольца. Ролик натяжителя. Болты головки блока. Два успокоителя. Это шаровая. И масло, которое мы туда зальем. Впереди зима. 5.20. Вернее, не впереди. Она уже с нами. Ну и давайте убедимся, что цилиндр у нас не имеет эллипсности. Ноль. Второй. Ноль. Поворачиваем на 90 градусов. Пол сотки. Третий. Да? Ну где-то. Пол сотки на диаметр. Пол сотки. Ровные цилиндры. Пол сотки на диаметр. Поэтому. Соберем и посмотрим дальше, как он будет работать. Чтобы не мешать Дмитрию. Стороночки постоим. Мотор завели. Работает. Необычный у нас сегодня ракурс. Снизу. Будем слушать. Звуков никаких подозрительных нет. Он уже прогрелся. Сейчас он еще часочек поработает. Итак. Подведем итог этого ремонта. По срокам. Ремонт у нас вышел. Прям в кратчайшие сроки. Три дня. Первый день сняли, продефектовали, разобрали. Вернее, сняли, разобрали, продефектовали. Второй день загильзовали. И третий день собрали, поставили, завели. И сейчас отдаем автомобиль владельцу. По стоимости. 60 рублей по работам. И 90 рублей по запасным частям. Ну, а вы пишите комментарии, ставьте лайки. И не забывайте подписываться на наш канал. Ну, а с вами был я, Роман. До новых встреч в эфире. Субтитры сделал DimaTorzok